Военные учения ОДКБ А еще поговорим об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами. Мир облетела видео, снятое в мечети Аль-Акса верующие мусульмане. Просят не верить информации израильских СМИ. Израильская полиция обвиняет в случившемся палестинских радикалов. Что там на самом деле произошло. В ближайшие полчаса, как всегда, честно о главных событиях. В эфире столичной студии для вас работает команда программы Мир. Итоги. Я Руслан Идрисов. И вот главные темы выпуска. Союзники по неволе? Может ли ОДКБ быть втянутой в военные действия между Россией и Украиной после переноса конфликта на территорию России? Поговорим сегодня. Чужая война. Почему конфликт соседей дорого обходится Казахстану? Миллиардов тенге недосчитается бюджет страны из-за санкций в отношении России и падения экономики крупнейшего партнера Казахстана. Святыня преткновения. В Иерусалиме продолжаются столкновения палестинцев и израильтян. Пока стороны обвиняют друг друга, мирные жители хоронят погибших. Среди убитых – палестинский подросток. Почему прихожане мечети Алякса просят не верить израильским СМИ? Расскажем. А был ли шторм в Министерстве энергетики? Похоже, растеряли былой оптимизм. Время идет. Трубопровод до сих пор не работает. Расскажем о ситуации сегодня. Закрытый Китай, строгая изоляция, переполненные больницы, безудобств и нехватка продовольствия. Крупнейший мегаполис Поднебесной вторую неделю борется с коронавирусом. Борется как может. Выборы по-французски. Первый тур показал борьба за место в Елисейском дворце. Будет жаркой. Главные участники предвыборной гонки Макрон и Лепен идут нога в ногу. Финиш близко. Кто станет следующим президентом Пятой республики? Начнем с того, что эта неделя принесла изменения на карту военных действий России и Украины. В четверг вечером появились первые сообщения российских журналистов об обстреле украинскими военными Белгородской и Брянской областей. Ранее в этих районах был введен наивысший уровень террористической опасности. От обстрелов по данным РИА Новости пострадали 8 человек. В Украине на обвинение ответили, что все это провокация Кремля. Удары по приграничным селам не несут никакой военной необходимости для украинской стороны. В Киеве считают, что таким образом Россия готовит почву для новых действий. Всеобщей мобилизации, например, или применения ядерного оружия. Ну вот, кстати, об этом варианте развития событий накануне написал CNN со ссылкой на слова директора Центрального разведывательного управления США Билла Бернса. Напомню, ранее в интервью тому же CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы самому существованию страны. Но большинство экспертов и СМИ ожидают решающей битвы, ведь Россия мобилизует подразделения, которые до сих пор не участвовали в боевых действиях, а также те, которые пополняются после тяжелых потерь в боях дальше на севере. А между тем, Украина наращивает военную мощь. Киев призывает страны НАТО предоставить вооружение, чтобы оттеснять российские войска. Итак, факт обстрела двух российских областей может иметь последствия и для Казахстана. Как участника интеграционных объединений с Россией, например, ОДКБ. Давайте разберемся. До 14 апреля зона конфликта между Москвой и Киевом не входила в территорию действий войск организации договора о коллективной безопасности. После 14 апреля, когда Москва заявила об обстреле своей территории, все резко изменилось. На неделе, кстати, прошло совещание начальников генеральных штабов государств членов ОДКБ, где военные обсудили сразу три этапа учений, которые пройдут на территории Казахстана уже этой осенью. И интересна сама подача материалов. Если казахстанские СМИ делают акцент на этих самых учениях, описывают место, время и назначение, то российские непременно напоминают о том, что в январе этого года страны ОДКБ протянули руку помощи Казахстану и отправили миротворческую миссию в нашу страну. Мол, долг платежом красен. На просторах интернета мы нашли более занимательные статьи. Вот, например, сайт официального белорусского СМИ «Минская правда». Я прошу режиссеров показать нам скриншот. Так вот, автор опубликовал статью, посвященную деятельности ОДКБ на этой неделе, и написал, что, судя, цитирую, по настроениям партнеров России по ОДКБ, если встанет вопрос о направлении миротворческой миссии в Украину, Альянс такое решение поддержит единогласно. Конец цитаты. Ну, так, насколько вероятно это развитие ситуации, и правда ли, что у членов ОДКБ нет шансов на отказ? Поговорить об этом мы пригласили научного сотрудника Института анализа социально-политических процессов Таира Нигманова. Таир, добрый вечер. Как слышно у нас? Да, здравствуйте. Слышно прекрасно. Спасибо, что присоединились. Таир, ну, как вы считаете, насколько вероятно такое развитие ситуации, когда активные боевые действия переместились на территорию России? Мы уже слышали вот некоторые заявления на этот счет. Насколько все это реально и какая перспектива? Да, мы должны в первую очередь подумать о том, как развивался этот конфликт в течение последних восьми лет. То есть, для того, чтобы активные боевые действия переместились на территорию Российской Федерации, украинским войскам необходимо полностью занять территорию Донецкой и Луганской народных республик, то есть полностью отодвинуть линию фронта непосредственно до границы с Российской Федерацией, после чего перейти уже и эту границу. То есть им нужно принять сразу два очень важных действия. Первое, завершить очень успешное контрнаступление. Затем решить не остановиться на границе и идти дальше. Ну, какую цель они могут перед собой ставить, в таком случае, я не знаю. То есть это надо решить, идти на Москву. Я думаю, что, во-первых, даже в случае, если контрнаступление настолько будет успешным, Киев не решит все-таки идти на Москву, скажем так. А во-вторых, официальные власти Украины за 8 лет так и не смогли полностью вернуть контроль на Донецкой и Луганской народных республиках. Я не вижу, если честно, на данный момент большой вероятности, что они смогут это сделать снова. Потому что на данный момент пока что все-таки эти территории, эти непризнанные республики расширяют, наоборот, сферу своего влияния, расширяют контроль над областями. То есть пока что предпосылок к успешному контрнаступлению не видно. Таир, я прошу прощения, вот здесь... Вот такие удары, да, это вероятно. Ага, удары могут продолжаться, хорошо. Сейчас мнения какие звучат. С одной стороны, эксперты в разных сферах и из разных стран говорят о том, что Украине выгодно сейчас провести военные действия на территории России для того, чтобы и мирное население вовлечь в эту войну россиян. Я имею в виду, чтобы они понимали весь ужас и тоже как-то со своей стороны влияли. Украина ведь с самого начала военных действий говорит о том, что выходите на улицы, как-то давайте противостоять вашей власти все вместе и так далее. При этом сама Украина говорит, что все происходящее это провокации Кремля. То есть никаких наступлений со стороны ВСУ нет в сторону России. Вот где правда, на ваш взгляд, вы как считаете, были ли вот все эти нападения на области, которые мы вот озвучивали уже сегодня, или все это спекуляции? Я не могу сказать, правда это или нет, потому что, к сожалению, не обладаю необходимой информацией. То есть мы должны исходить из того, что, как правило, конкретные вот такие отдельные эпизоды общую правду мы и не узнаем в ближайшее время. Согласен. Ну что ж, хорошо. Перемещаемся все-таки к теме более нам. Так скажем, ну не то чтобы интересный, важный для нас. Может ли Россия хотя бы теоретически попросить помощи ОДКБ, тем более прецедент уже есть военных действий на территории РФ. Ну опять же, вот возвращаясь к тем сообщениям, что будет дальше? ОДКБ как-то будут увлечены? Нам есть за что переживать? Есть договор о коллективной безопасности. Исходя из четвертой статьи данного договора, если территория одной из стран участников ОДКБ подверглась агрессии, там прям в скобочках дается определение, что подразумевается под агрессией. Под агрессией подразумевается вооруженное нападение, угрожающее безопасности, территориальной целостности, суверенитету страны. То это государство, на территорию которого было совершено нападение, может обратиться к другим участникам ОДКБ с просьбой о предоставлении ей необходимой помощи. Это я вот сейчас процитировал, собственно, этот текст договора. То есть, во-первых, просто так мы не можем оказать помощь России. То есть Россия должна сама отправить официальный запрос, как это сделал Касымжумар Тукаев в январе этого года. Это первое. Во-вторых, очень важный пункт в этом договоре, а что такое необходимая помощь. То есть мы должны понимать, что даже если Россия пойдет на этот шаг, я чуть позже объясню, почему это все не так однозначно, будет она это делать или нет, сначала у нас должны это одобрить и парламент, и президент, и затем очень будут большие дебаты, а что такое необходимая помощь. То есть мы можем отправить просто, допустим, боеприпасы, мы можем отправить какие-то пайки, допустим, для солдат, мы можем отправить непосредственно солдат, но они будут охранять военные объекты Российской Федерации, как это было в Казахстане. То есть самая крайняя мера, это казахстанские солдаты отправляются непосредственно на фронт воевать с Украиной. Это настолько, мне кажется, маловероятно, потому что перед этим есть очень-очень-очень много других этапов, как может еще Казахстан помочь России в случае, если она обратится в ОДКБ. Но я не думаю, что она сейчас заинтересована в этом по одной простой причине. Мы должны понимать, что этот конфликт для России – это конфликт за восстановление статуса сверхдержавы. То есть Россия хочет, чтобы с ее национальными интересами считались. И господин Путин, и Лавров, министры иностранных дел, неоднократно говорили о том, что они выступают против расширения НАТО и воспринимают расширение НАТО как агрессию против национальных интересов, против безопасности Российской Федерации. Соответственно, если Российская Федерация обратится с официальным запросом в ОДКБ, то она ставит таким образом под вопрос собственную репутацию. То есть что это за сверхдержава, которая не может справиться с Украиной, и ей необходима помощь Казахстана. Вынуждена призывать. Да, то есть это сильный репутационный удар для Москвы будет в первую очередь. Но я думаю, что этот аргумент будет очень сильно удерживать Кремль от обращения за помощью в ОДКБ. Ну и вообще, вот эта формулировка, мирная ведь, да, миротворческая миссия ОДКБ, она в принципе не предусматривает каких-то военных действий на территории военных действий и так далее. Ну, в смысле, сори за такую-то автологию Каламбур. Ну, как вы считаете, все-таки миротворческая миссия, она такой и остается при любом раскладе, правильно? Или возможны в каком-то самом крайнем, давайте представим сейчас самый худший сценарий, или он в принципе невозможен, чтобы наши войска, наши кыргызские, таджикские, как-то были сейчас замешаны в этом во всем на реальном поле боя? Я думаю, это вот суперкрайний вариант, и он настолько маловозможен, потому что опять-таки я говорю о том, что сами страны-члены будут определять, какая будет необходима помощь. То есть, к примеру, если, опять мы же вспомним январские события, Россия отправляла тысячи солдат, а Кыргызстан, если не ошибаюсь, несколько сотен, или Даджикистан, несколько десятков. То есть, с точными цифрами, конечно, надо будет посмотреть, но общий контекст такой, что даже в самом негативном сценарии, то есть в данном случае на Казахстан напали не какая-то третья суверенная держава, а это была спровоцированная атака несистемных сил, то есть с которыми можно воевать абсолютно спокойно, не боясь за свою репутацию. Даже в этом случае страны УДКБ старались не вмешиваться напрямую в конфликт, и, как мы видим, собственно, восстановлением правопорядка занимались казахстанские силовые структуры. Силы УДКБ только лишь охраняли стратегические объекты для того, чтобы развязать руки нашей армии и нашим силовикам. То есть, вот это, мне кажется, самый показательный пример, что даже вот в настолько ситуации, когда ты можешь использовать солдат, и сможешь использовать их абсолютно не боясь никаких внешнеполитических рисков, даже в этом случае страны УДКБ стараются не вмешиваться в конфликт. А здесь это будет непосредственно объявление войны Украине. И я хочу очень подчеркнуть, что этот конфликт очень интересен тем, что, понятное дело, Российская Федерация не называет этот конфликт войной, она называет этот спецоперацией и вводит уголовное наказание, но и Украина официально не объявила войну России, хотя могла. Вот. То есть, мы видим то, что это говорит о том, что страны пытаются не повышать градус напряжения выше уже достигнутого. То есть, объявление войны Российской Федерации будет означать то, что Российская Федерация имеет право применить ядерное оружие, например. Кстати, применит ли, как вы думаете, вот опять же, сообщения ведь звучат, продолжают звучать, мол, если суверенитету России будет угрожать какая-то опасность территориальной, простите, целостности, то в Кремле рассматривают этот вопрос, мы знаем, да? Что думаете? Насколько вероятна эта история? Я считаю, что это маловероятно, но, скажу честно, я и не ожидал, что Российская Федерация начнет войну с Украиной. Но все-таки ядерное оружие настолько... Да, вот именно. Ядерное оружие, мы все-таки должны понимать, это ультимативный метод ведения боевых действий. То есть, использование его означает, что Российская Армия ничего кроме ядерного оружия вообще не может себе предоставить. А Кремль, как мы видим, последние 20 лет старательно делал акцент на том, что Российская Армия это не только... Да, это мощная армия, именно сухопутная армия, артиллерия, танки, десантники и так далее, а не только ядерное оружие. То есть, собственно, опять-таки, это вопрос репутации. Мы должны все время возвращаться к вопросу, что будет с репутацией России, потому что война это именно ее репутационная, скажем так. Таир, режиссер мне подсказывает, что время подходит у нас к концу нашего разговора, потому что эфирное время ограничено. Я не могу здесь напоследок не спросить. Вот в последнее время все чаще, после особенно заявления Тимура Сулейменова о том, что Казахстан поддерживает санкции в отношении России, и при этом будет их, в смысле, не то чтобы поддерживает, будет их соблюдать. Там, кажется, такая была формулировка. Вот после всего этого обрушился хейт в адрес казахстанских СМИ, казахстанских политиков со стороны россиян. Мы видим это на просторах интернета. И все припоминают одно, мол, в январе ОДКБ Россия помогали вам, а сейчас вы, значит, вот так спиной поворачиваетесь. Как вы считаете, вообще уместно ли говорить, вообще риторика в контексте, вот этот долг платежом крашен и так далее, то есть вот мы вам помогли, теперь ваша очередь. Но вот та ситуация, насколько я понимаю, январь, Казахстан, непонятно, кто нападает, да, вообще, то есть то, что происходило. Возможно, где-то там разведка доносила какие-то достоверные, достоверную какую-то информацию, но вот в целом было ведь непонятно, что это за такой внешний враг, внутренний враг. Россия, это ведь в ее интересах было, в том числе и в России, Кыргызстан, Таджикистан, наши соседи, в их интересах была стабильность в Казахстане, поэтому, понятно, все как-то подключились и так далее, когда враг вообще был неочевидным. Но сейчас это все припоминают, как бы это же было в общих интересах, не только Казахстан, опять же, как мне кажется. Вот с точки зрения экспертной точки зрения, как это на самом деле выглядит, что можете сказать? Я думаю, мы должны придерживаться той же логики, которой Казахстан придерживается последние 30 лет. Мы на внешнеполитической арене все время следуем букве закона и букве ООН. То есть мы в любом конфликте исходим из официально подписанных документов, из официально подписанных данных. Например, мы не признаем ДНР и ЛНР, потому что их не признал ООН. Мы не признаем Нагорно-Карабахскую республику, потому что их не признал ООН. То есть в этом все мы постоянно следуем букве закона. То же самое и с обращением к войскам УДКБ. Мы имели на это юридическое право, исходя из договора коллективной безопасности. Мы призвали и нам помогли. То есть я считаю, что все-таки вот эти спекуляции отдельных граждан о том, что мы вам помогли, а вы нам не помогаете, я считаю, неуместными. Потому что есть официальный договор, и договор нужно соблюдать. Вот мы помним в январе, кстати, еще напоследок, кстати, да, Кыргызстан, президент Кыргызстана говорил о том, что если Жигургук-Кенеш поддержит ввод в миротворческой миссии в Казахстан, они отправят военных? Нет, ну нет, то есть страна имеет право отказать одна из участниц, или несколько? Как я уже говорил, дело в том, что, когда процедура следующего образа, страна член государства, страна член ОДКБ отправляет официальный запрос на оказание ей помощи. После этого каждое государство начинает рассматривать. То есть должен, я как говорил, одобрить и парламент, и президент, вот, и там как раз-таки уже на этом этапе начинаются дебаты о том, что такое необходимая помощь и как она должна быть оказана. То есть мы просто будем держать границы, как я уже говорил, можем патроны отправить, мы можем отправить солдат. Если солдаты отправляем, то что они делают? То есть вот каждый вот этот вот мелкий шаг, он должен быть запротоколирован и одобрен именно парламентом. То есть если это не выглядит так, что да, мы согласны, и мы помогаем. То есть там должна быть очень четкая процедура и очень четкое разрешение, что конкретно будут делать те или иные структуры на территории другой страны. Таир, вам большое спасибо за такую подробную экспертизу. Спасибо, что время нашли для нас в субботу. До свидания. Я напомню, с нами на связи был Таир Нигманов, сотрудник Института анализа социально-политических процессов. Мы продолжим. Ну и тем временем Москва, похоже, нуждается в дополнительной военной силе. Первыми обратили внимание на довольно необычные объявления на рекрутинговых сайтах журналисты русской службы BBC. Наши продюсеры тоже мониторили сайты и нашли вот эти объявления. Ищут военнослужащих по контракту. Оклад разный, но в среднем 40-50 тысяч рублей. Это около 200-250 тысяч тенге. Ищут стрелков, десантников, парашютистов, гранатометчиков, военных фельдшеров. Обещают внушительный пакет соцподдержки, довольствия и полный рабочий день. А в случае ранения или гибели – материальная помощь семье. Обращаться соискателям предлагают в один и тот же офис. Гугл-карты говорят, что по этому адресу находится отдел военного комиссариата города Москвы. И пока оборонное ведомство России приглашает контрактников пополнить ряды российской армии, экономическая ситуация в стране ухудшается. Эксперты прогнозируют, что, возможно, правительство России не сможет выплачивать пенсии и пособия своим гражданам. Так дефолт или нет? На неделе Россия не смогла оплатить внешний долг. Впервые, представьте себе, за 100 лет. Вернее, Москва произвела расчет, но в рублях. СНП Глобал заявила, что такая оплата не может быть засчитана, поскольку в контрактах специально оговорено, выплаты производятся в американских долларах, а валютные счета, как известно, заблокированы. Кремль с этими мерами, понятно, не согласен. Ну и надо сказать, что Россия – крупнейший торговый партнер Казахстана, и наша экономика сильно завязана на соседней. О деталях поговорим с Жанной Алпызбаевой. Жан, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот интересно, чего нам ждать в связи с тем, что происходит у соседей. Ну и вообще речь идет о 650 миллионах долларов, насколько мне известно. Долг западные кредиторы в рублях принимать отказываются. Что намерена делать Россия? Подавать в суд. По словам Антона Силуанова, в правительстве предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Подробнее через пару секунд. С кем именно намерена судиться Россия, глава Минфина не уточняет, но на своей правоте настаивает. Мы предоставим суду доказательства наших платежей, чтобы подтвердить наши попытки платить в рублях, как мы это делали в иностранной валюте. Это будет непростой процесс. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что любой дефолт будет искусственным, потому что у России есть доллары, чтобы платить. Она просто не может получить к ним доступ. Кстати, о дефолте. Вот уже второй месяц России его предрекают. Впрочем, на этой неделе рейтинговое агентство «Стандарт Эмпурс» уже об этом уверенно заявило. Напомню, в результате санкции России был перекрыт доступ к валютным резервам. Речь пока идет о техническом внешнем дефолте, но он однозначно влечет за собой и внутренние. А это значит, что, возможно, правительство не сможет оплатить пенсии и пособия своим гражданам. Однако Россия от этого открещивается. Я уже озвучивала позицию Москвы. Плюс ко всему, технически существует 30-дневный льготный период, который дает Москве возможность произвести необходимые выплаты до первых чисел мая и таким образом избежать формального дефолта. Однако «Стандарт Эмпурс Глобал» отметила, что ввиду санкций, которые будут становиться только жестче, она ожидает, что России не удастся произвести выплаты и в мае. Вообще, прагматично настроенные аналитики уверены, что иностранные инвесторы уже никогда не вернутся в Российскую Федерацию, потому что она, процитирую, превратилась в крематорий для денег иностранных инвесторов. Международные иностранные инвесторы, они, конечно, не вернутся в Россию. Более того, они даже не могут покинуть, многие из них хотели бы покинуть, но в связи с новыми правилами, которые объявил Путин, объявила Россия, они не могут продать свои активы, их перевести в доллары, иностранную валюту и вывести эти свои инвестиции обратно в свои страны. То есть, в ближайшие 5-10 лет уже никто не вернется в Россию. Многие аналитики проводят аналогию с ситуацией 1998 года. Однако, по сравнению с тем временем, российская экономика сейчас движется в ровно противоположном направлении. И если уж и ждать повторения, то не 1998, а скорее 28 года. Времени окончательного сворачивания НЭПа и начала реализации первого пятилетнего плана. Вот только на этот раз никакой пятилетки за 4 года не получится. Цитируют СМИ разные мнения. Разумеется, казахстанцам интересно, отразится ли все это на нашей экономике. Одни эксперты уверены, влияние возможного дефолта по внешнему долгу России на экономику Казахстана не будет прямым. Отдельные негативные последствия произойдут, но будут косвенными. Неприятности, возможно, возникнут у казахстанских компаний, которые ведут бизнес с российскими партнерами, которые пострадают из-за снижения рейтинга. Кроме того, временно может ухудшиться доступ компании к финансированию внутри Казахстана из-за проблем у российских дочерних банков, которые еще работают в Казахстане. Но, к слову, тот же Сбербанк заранее предупредил своих клиентов и рекомендовал открыть счета в других казахстанских банках, что и поспешили сделать бизнесмены. Дальнейшего скачка курса некоторые отечественные экономисты тоже не предвидят. В нынешнем обменном курсе пары рубль-доллар уже заложен негатив. Действительно, нынешний курс, он уже, нынешний курс России, он уже, во-первых, он искусственно поддерживаемый, то есть он не рыночный, и он уже, то есть максимум вобрал в себя все возможные последствия, которые могли бы быть. Соответственно, Казахстан, он тоже уже, все последствия, которые могли сказаться на Казахстане и в целом на России тоже, они уже реализованы и в курсе рубля, и в курсе тенге. По сути, сейчас рубль обеспечивается золотом, а его у России достаточно. Это сумма более 130 миллиардов долларов. Весь его объем хранится в России. Ну и долговая нагрузка, если сравнивать с объемами запасов и доходами, маленькая на 1 января этого года, почти 500 миллиардов долларов США. К слову, на этой неделе еще одна страна, в числе причин, вызвавших экономические проблемы, назвала войну в Украине. Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам. Власти островного государства заявили о самом крупном кризисе последних лет. В Министерстве финансов озвучили причины, помимо боевых действий в Украине, еще и влияние пандемии COVID-19. Рейтерс пишет, что по состоянию на конец марта у Шри-Ланки было только около 2 миллиардов долларов золотовалютных резервов, тогда как до конца года ей нужно выплатить около 4 миллиардов долгов. На этом передаю слово тебе, Руслан. Жан, ну давай резюмируем все-таки. Казахстану есть за что переживать сейчас? Ну, понятно, что есть за что, как долго мы на плаву будем оставаться в этом во всем? Ну вот, судя по мнению экспертов, их мы опросили сегодня несколько, ну, курс Тенгена сегодня укрепился по сравнению с тем, что было месяц назад, поэтому думаю, что стоит только наблюдать. Ну, чем мы и займемся в ближайшее время. Что ж, спасибо. Я напомню, с обзором на высшем уровне с нами была Жанна Алпызбаева, мы продолжим. Практически вся эта неделя в Казахстане прошла под лозунгом обсуждений санкций и позиций Казахстана. Ее озвучил и Нацбанк, и Минфин, и МИД. Позиция, впрочем, неизменно. С начала войны в Украине Казахстан не поддерживает санкции в отношении России, но будет выполнять те, что ввели Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. На этой неделе Всемирный банк опубликовал отчет об экономических последствиях войны. Эксперты пишут, что импортная корзина Казахстана на 40% состоит из российских товаров, а в настоящих условиях это удар по экономике и замедление ВВП до 1,5% уже в этом году. Я процитирую выдержку из отчета. Последствия экономического коллапса в России нарушат цепочки поставок Казахстана и подорвут перспективы роста его экономики. Что это значит? Говоря простыми словами, наш бюджет недополучит денег и, возможно, на чем-то придется экономить. К тому же до сих пор не отремонтирован трубопровод КТК, по которому перекачивается большая часть казахстанской нефти. Эту причину эксперты Всемирного банка называют в числе первоочередных, которые больно ударят по казне нашего государства. Напомню, как ранее сообщали в Минэнергетике, трубопровод должны были отремонтировать. К 15 апреля час Икс прошел, а КТК так полноценно и не работает. Эксперты пишут, что дело в том числе и в нехватке запчастей. Все они иностранного производства и России, как попавшей под санкции, недоступны. Ранее издание Коммерсант писало, что смесь КТК, состоящая в основном из казахстанских сортов нефти, была для рынка возможной альтернативой российскому Юрлсу. Однако теперь доступ к ней крайне ограничен. Вероятно, это должно привести к росту интереса к покупке Юрлсу. Обсуждали позицию Казахстана по отношению к войне в Украине на неделе. И на самом высоком уровне в Казахстане побывала заместитель государственного секретаря США УЗРЗ. В круг ее компетенции входит работа по защите прав человека. Собственно, ради встречи с общественниками и властями замгоссеки прилетела в нашу страну, не обошлось и без важных заявлений. Например, Соединенные Штаты разочарованы тем, что Казахстан проголосовал против приостановления членства России в Совете по правам человека ООН. Но заявления о том, что официальный Нур-Султан поддерживает территориальную целостность Украины, реабилитировали нашу страну в глазах мирового сообщества. Помимо этого, ЗЭА подчеркнула, что в Вашингтоне осознают, насколько важны для Казахстана суверенитет и независимость, особенно на фоне военных действий в Украине. Кстати, связано это с визитом высокопоставленного американского чиновника или нет, но вечером пятницы президент Токаев расширил свой указ в отношении прав человека. В план мер добавлены такие пункты, как ликвидация дискриминации женщин, право на свободу объединения, наказание и предупреждение пыток и жестокого обращения с заключенными. Но мы продолжаем подводить итоги уходящей недели, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Святыня преткновения в Иерусалиме продолжаются столкновения палестинцев и израилетян. Пока стороны обвиняют друг друга, мирные жители хоронят погибших. Среди убитых – палестинский подросток. Почему прихожане мечети Алякса просят не верить израильским СМИ, расскажем. Выборы по-французски. Первый тур показал. Борьба за место в Елисейском дворце будет жаркой. Главные участники предвыборной гонки Макрона и Липена идут нога в ногу. Финиш близко. Кто станет следующим президентом Пятой Республики? Закрытый Китай. Строгая изоляция, переполненные больницы, безудобств и нехватка продовольствия. Крупнейший мегаполис Поднебесной вторую неделю борется с коронавирусом. Борется как может. Welcome to Kazakhstan. Первая казахская школа открылась в американской Филадельфии. Как такое стало возможным, расскажем сегодня. Ну и мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Накануне мира облетели кадры из мечети Аль-Акса в Иерусалиме. На видео, снятом очевидцами, видно, как палестинцы сражаются с израильской полицией. Я прошу режиссеров показать нам эти кадры. В самой мечети и вокруг нее клубится дым. Слышно, как взрываются светошумовые гранаты, выпущенные израильской полицией. В то время, как палестинцы внутри мечети запускают фейерверки в ходе ожесточенной перепалки. По данным Красного полумесяца, по меньшей мере 152 палестинцы получили ранения во время столкновений. В основном от резиновых пуль, светошумовых гранат и избиений дубинками, которые использовали полицейские. Это угнетение и варварство со стороны оккупации. Они репрессировали наш народ и опустошили комплекс мечети Аль-Акса на глазах у всего мира. Мы осуждаем это. Люди во всем мире видели это на всех экранах. Это варварство. Используют оккупация для подавления безопасных верующих, пришедших на утреннюю молитву. Они были подавлены, а некоторые молодые люди задержаны. Задержаны, надо сказать, сотни палестинцев. Об этом сообщил в Твиттере представитель премьер-министра Израиля Нафталий Бенетта. Власти Израиля также сообщают, что силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности после серии смертоносных уличных нападений арабов по всей стране за последние две недели. По официальным данным израильской полиции, среди примерно 12 тысяч палестинских верующих затесались около 100 погромщиков. Они якобы бросали петарды и камни в сторону близлежащей еврейской молитвенной зоны у западной стены в старом городе Иерусалима. Это якобы и стало причиной нападения на святыню во время утреннего поклонения мусульман. Полиция вошла на территорию Аль-Аксы, чтобы, цитирую, оттеснить толпу и позволить остальным верующим безопасно покинуть это место. Заявили в полиции, добавив, что в ходе столкновений трое офицеров получили ранение. И пока стороны обвиняют друг друга, важно сказать, что столкновения в священном как для палестинцев, так и для израильтян вместе несут в себе риск эскалации многолетнего конфликта. Германский Deutsche Welle сообщает, что напряженность между палестинцами и израильскими силовиками резко усилилась после недавней серии терактов в Израиле, в результате которых погибли 14 мирных жителей. В целом, за прошедшие три недели в результате всплеска насилия в регионе погиб 21 палестинец. Ну и вот на этих кадрах, которые я прошу показать режиссеров нашим зрителям, мы видим, как верующие пытаются навести порядок в мечети после произошедшего. Напомню, власти Израиля объявили в четверг, что мужчинам старше 50 лет и женщинам всех возрастов с западного берега будет разрешено пересекать контрольно-пропускные пункты в направлении Израиля и молиться в мечети Аль-Акса. Однако вчера агентство Reuters сообщило, при попытке войти в Иерусалим многие палестинцы были остановлены израильскими солдатами. Израильские оккупанты заявляют, что открывают контрольно-пропускные пункты в рамках свободы вероисповедания. Но на самом деле ситуация отличается от той, что они сообщают в СМИ. Мне 40 лет. Меня должны были впустить и вообще женщин должны были впустить без ограничения возраста. Я приехала на блокпост с сестрой и другими женщинами. Нас не пускают и не объясняют почему. Нам сказали, возвращайтесь обратно. Я напомню, комплекс Алякса, расположенный на плато старого города и известный мусульманам как Аль-Харама-Шариф или благородное святилище, евреям как Храмовая гора, считается наиболее уязвимым местом в давнем конфликте. И происходит все это, я напомню, во время священного для мусульман месяца Рамадан, который совпал в этом году с еврейским праздником Песах и христианским пасхальным воскресеньем, которое в этом году выпало на 24 апреля. При этом в прошлом году столкновения в районе мечети Алякса переросли в многодневные ожесточенные бои между боевиками палестинского радикального движения «Хамас» и израильскими силовиками. Вообще, то, что происходит между палестинцами и израильтянами, не поддается здравому смыслу. На неделе, например, и те, и другие похоронили мирных жителей, погибших в результате атак с обеих сторон. Вот кадры из Тель-Авива. Сотни скорбящих прощаются с 27-летним Эйтамом Магини, израильтянином, убитым палестинским стрелком, который вошел в ПАП на главной улице Тель-Авива и открыл огонь по палестинцам. А это уже кадры с западного берега реки Иордан. Палестинцы устроили похоронную процессию по мужчинам, убитым израильскими войсками. В среду израильские солдаты застрелили трех палестинцев на западном берегу, в том числе подростка и адвоката, выступающего против поселений, что спровоцировало протесты в городах Рамаллах и Вифлеем в четверг. Израильская армия назвала все это контртеррористической операцией. И здесь вопрос. Несовершеннолетний палестинец был особо опасным террористом? В мире, где мы так много говорим о правах человека, о безопасности детей, как-то очень лицемерным выглядит желание уберечь одних, когда беспощадно палят по другим. Не находите? Вообще, арабо-израильский конфликт, судя по всему, снова набирает обороты. И речь уже не только о палестинцах. Накануне глава спецподразделения Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана Исмаил Каани заявил, что Иран намерен жестко противостоять Израилю там, где это будет необходимо. Поводом для этого послужили удары израильской авиации, в результате которых погибли иранские военные в Сирии. Везде, где этот преступный режим хотел показать свое лицо, исламский порядок объявил, что если где-либо в мире произойдет какое-либо нарушение интересов порядка, мы ответим вам, мы, несомненно, поддержим любую борьбу против Израиля и оккупационного режима. В разгаре тем временем другие противостояния. На этот раз политически. Во Франции развернулась нешуточная борьба за президентское кресло. Казалось бы, действующий глава государства в лидерах, но по итогам первого тура отрыв минимальный. Хотя вступал в предвыборную гонку Макрон с максимально хорошими показателями на фоне своей миротворческой миссии в войне России и Украины. Но пыл избирателей по утихо конкурентка Макрона Марин Лепен надавила на больную мозоль французов. Высокие цены на энергоносители и рост инфляции. Как пишет немецкая Deutsche Welle, Лепен удалось, что называется, переобуться в воздухе и забыть, что Владимир Путин давал ей денег на первую избирательную кампанию в 2017 году. Однако накануне Лепен заявила, что считает Крым российским. Это заявление сделало свое дело или нет? На улице Парижа, простите, накануне опять заняли протестующие. Студенты Сорбоны вышли на митинг с лозунгами «Ни Макрон, ни Лепен». Крайне правый кандидат в президенты тем временем посетила город сторонников Макрона на юге Франции. Лепен там приветствовали как сторонники, так и протестующие, которые называли ее семью фашистской и сказали ей уйти. Однако политик напомнила, для чего она баллотируется на пост президента. У меня нет какой-то радикальности, извините, но то, что власть годами возглавляли одни в интересах других, это реальность. Я всегда говорила об этом. Именно поэтому я хочу изменить это и создать систему, уважающую французскую демократию и Пятую Республику. Правительство народа для народа. Вот почему я баллотируюсь на пост. Эммануэль Макрон тем временем пообщался со строителями, и участвовавшими в реконструкции собора Нотр-Дам после разрушительного пожара три года назад. Выступая перед СМИ во время визита, Макрон назвал время, в которое мы живем, трудным, но назвал реконструкцию собора свидетельством надежды. В том числе и на свою победу на выборах, очевидно. Этот период, когда мы уходим от ковид, в Европе идет война. Все сложно, но восстановление собора – это еще и свидетельство надежды. Я думаю, что это имеет большой смысл. Это возвращает нас к жизни. Второй тур выборов, между тем, назначен на 24 апреля. Ридирующий в первом туре Макрон и Лепен теперь уже вдвоем продолжат борьбу за место в Елисейском дворце. Неспокойно в эти дни на улицах Шанхая. Правда, протестующих там нет. Все они заперты карантином по домам, но это не мешает жителям мегаполиса проводить акции протеста на своих балконах. Город по-прежнему в осаде коронавируса, и ситуация, похоже, только усугубляется. За происходящее в Поднебесной следит моя коллега Милина Вавулиди. Она сейчас с нами на связи из Алматы. Милин, добрый вечер. Рассказывай. Милина. И в эфире. Несколько секунд. Почти 25 миллионов жителей Шанхая более двух недель сидят дома из-за крупнейшей вспышки коронавируса с начала пандемии. Запрещено буквально все. Выходить из дома, ходить за продуктами. О пеших прогулках речи и быть не может. Власти за этим следят очень строго. Отправленных на карантин детей разлучают с родителями. Домашних животных без хозяев уничтожают. А по улицам летают дроны с требованием оставаться дома. Многие из жителей жалуются на нехватку еды и медикаментов. Другие кричат из окон своих квартир, протестуя против карантина. Вот только наряду с протестами происходят грабежи супермаркетов мародерами. А на улицах скопились огромные кучи мусора, который просто не вывозится. А это может стать причиной для ряда других заболеваний. Карантин в Китае отразился и на ценах на черное золото. Фьючерсы на нефть марки Brent начали неделю со снижения на 4%. Так как вспышка в Поднебесной ухудшила перспективы спроса. Сейчас объясню, что это значит. Например, сейчас перелеты сокращены до 10% от обычного уровня. Это говорит о том, что поставлены под удар продажи авиатоплива и может упасть спрос на нефть. Я поговорила с финансовым аналитиком Арманом Беисимбаевым и вот что он думает по этому поводу. Китай сейчас переживает то, что мы все переживали в 2020-2021 году. Китай закрывается, проблемы с таможнями, проблема с предложением с их стороны, потому что они экономику закрывают. Та проблема с инфляцией, которую мы имеем на сегодняшний день, это результат тех событий еще. Потому что это привело к вот этому дисбалансу. Китай один из крупнейших потребителей нефти. Он потребляет огромное количество нефти, и российской нефти, и казахстанской в том числе нефти он потребляет. Естественно, когда у вас все останавливается, то есть жизнь замирает, вы перестаете это все потреблять. Почему, собственно говоря, нефть падает? Я не думаю, что она сильно упадет, потому что вопрос и проблема дисбаланса нефти в мире, которая возникла, то есть предложений не хватает, а спрос достаточно высокий, она в общем-то пока что не решена. Она приседает на вот этих вот опасениях, что это может затянуться надолго, но и, собственно, вот это проседание мы видим. Но сказать, что будет какое-то обрушение тотальное, как это было там в 20-м году, наверное, нет. Часть заводов в Шанхае приостановили производство на неопределенный срок. Склады там закрыты, а автомобильные и железнодорожные перевозки затруднены, а в крупнейшем в мире по грузообороту за последние 12 лет порту наблюдаются задержки. Карантин нарушил работу ведущих подрядчиков компании Apple в Китае. Компания Pegatron, занимающаяся сборкой iPhone, заявила, что операции на двух ее производственных площадках полностью приостановлены. К слову, эта компания производит от 20 до 30% всех iPhone в мире. Неужели мир столкнется с дефицитом продукции Apple, а после восстановления производства цены вновь вырастут? На этот вопрос у нас тоже есть профессиональный ответ. Давайте послушаем. Я не думаю, что мы его как-то вот прям серьезно заметим. Во-первых, есть у нас какие-то складские запасы, их хватит на какое-то время. Это во-первых. Во-вторых, сказать, что продукция Apple у нас пользуется какой-то прям такой уж бешеной популярностью, наверное, тоже нет. Я так думаю, что на ближайшие, наверное, месяца три складских запасов, в принципе, должно хватить, а не есть. Вот что будет дальше потом, я так полагаю, что проблема будет с доставкой уже новых моделей производственной мощности. Они находятся не только в Китае. Есть другие страны, где это все производится, где-то как-то это все, естественно, будет перераспределяться, опять же. И что-то мы будем получать там просто с пометкой не Made in China, а где-нибудь из других стран. Проблема будет зависеть в том, какую наценку будут устанавливать скорее наши, а не сам Apple. Apple, скорее всего, ценовую политику менять не будет. И после глобальных последствий, которые так или иначе затронут каждого жителя планеты, власти Шанхая решили ослабить карантин, несмотря на рост числа заболевших. Теперь некоторым жителям мегаполиса разрешено покидать свои дома. Ослабление ограничений затронуло больше 6,5 миллионов человек, в то время как население Шанхая составляет 25 миллионов. На время ослабления карантина возобновят свою работу некоторые рынки и аптеки. Руслан, у меня пока на этом все. Береги себя и надеюсь, что нам всем в ближайшее время не придется сидеть дома и выходить в эфир в домашних условиях, как это было два года назад. Тоже на это надеюсь, Милин. Пусть все как началось в Китае, так и в Китае в этом году и закончится. Что ж, это была Милина Вавулиде. Мы продолжим выпуск и прямо сейчас коротко о других событиях в мире. Больше 300 человек стали жертвами наводнения в Южной Африке. Из-за сильных за 60 лет ливней в Дурбане и его окрестностях полностью затоплены мосты и дороги. Нарушено движение поездов, повреждено более 6 тысяч домов. Шторм разбросал грузовые контейнеры в важнейшем в Африке порту. Его работа приостановлена. Для эвакуации жителей в регионе направили военных людей и размещают во временных убежищах. Испанская полиция уничтожила самую большую ферму по выращиванию каннабиса в Европе. Она оценивается более чем в 100 миллионов евро. Сообщается, что операция началась в середине прошлого года, когда полиция обнаружила одно из полей площадью почти в 70 гектаров. Отмечу продажи и потребление каннабиса. Законы в большей части Европы, законные, но испанский, простите, закон, по-прежнему запрещает выращивание этих растений, кроме как в промышленных целях. Как минимум 16 человек пострадали в результате вооруженного нападения на платформе Нью-Йоркского метро. Подозреваемый уже арестован. Ему предъявлены обвинения в теракте на транспорте. Возможный мотив нападения не называется, но как террористический акт преступления пока не рассматривается. В реванском городе Сайда произошел взрыв. Один человек погиб, трое получили ранения. Ударная волна выбила стекла в блистающих постройках и повредила несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы сообщили, что взрыв мог быть вызван дизельным топливом, хранящимся внутри зданий. По другим неподтвержденным данным, на месте происшествия находился тайник с оружием. И напоследок в американской Филадельфии появилась казахская школа. Церемония открытия прошла в лучших традициях с шашу и игрой на дамбре. Обучать в новой школе будут детей от 6 до 16 лет. Правда, школа это не классическое учебное заведение в полном смысле этого слова. А скорее школа традиций и обычаев Казахстана. Чтобы вдали от родной страны дети не забывали национальные обычаи и казахский язык. Что ж, такой нам запомнится уходящая неделя. Пусть следующая будет лучше уходящей. Смотрите нас каждую субботу в 20.00. Берегите себя. До свидания. Продолжение следует...